Всем добрый вечер, дорогие мои. Но сегодня у меня ролики были такие, что извините, у меня выперло всё, да? Вот это выперло всё. Вот, везде обман, понимаете? Вот мой дорогой земляк мне пихнул за 400 долларов и подписчик скутер, да? Вот, который уже вздох, всё, да? Оказывается, только он рассчитан был на месяц, на два, чтобы работал. Вот его аккумулятор, да? Вот он, аккумулятор его, да? Вот он. Нигде его нету здесь. Здесь его не выпускают. Он знал это? Он мне привёз кота, сказал, что это породистый ванн. Ванн порода. Хорошо, что вот за него он деньги не взял. Я опозорил за везде. Я сказал, что это порода ванн. Они мне сказали, что это дворняга. Вот я его, видите, как я кормлю. Сегодня, кстати, он мне на постель насрал. Вот такую кучу наложил. Хотя у него прекрасный там туалет. Сделано всё. Всё какашечки для того, чтобы он покакал. Как геройский такой князь. Вот. Взял и на мою постель насрал. Шарика мне подогнал, короче. Мы обижаемся на турков. Но и наши тоже. Сейчас везде обман. Везде обман. Кидняк. Вот знаете, о чём я думаю, да? Неужели эти люди никогда не думают, что отомщение будет за всё это? Если не с моей стороны, например, не с людской стороны, да? А со стороны Божьего. Нет, они не думают. Они думают, лишь бы деньги хапнуть. Ещё потом, знаете, как одному человеку подарили какую-то ящерицу. Вот. И он, говорит, это... Куснул его за ноги. И у него нога опухла. И он, говорит, ходит, говорит, это самое. А эта ящерица, говорит, за ним. И какому-то своему другу, говорит, сказал. Вот, говорит, такой жалеет меня, что я куснул. Вот так вот. Он говорит, нет, он тебя не жалеет, говорит. Он, говорит, из этой породы ящериц, говорит, который, говорит, укусил. Он знает, что жертва сдохнет, чтобы его скушат. Он, поэтому за тобой, говорит, ходит. Вот так же и здесь, понимаете. Меня отправляют это самое ещё... Какие-то сайты, чтобы я аккумуляторы искал. Я как будто этот аккумулятор здесь не искал. Я 400 долларов отдал. Я должен был хотя бы на ней кататься хотя бы год. Год. И вот из-за этого, вот, пожалуйста, вот, понимаете. Вот из-за этой штучки 400 долларов я выкинул на ветер. А это сейчас 12 тысяч лир. Мы обижаемся на турков. Наши тоже вот так же делают. Котом вот этим, да. Я вообще опозорился, блин, короче. Когда сказал, что это породистое. Я на него всё равно паспорт оформил. Я вообще человек, который привыкший из говна делать шоколадку. Вот. И паспорт сделал, и чип сделал. И они мне смеются, говорят. Да вы что, говорит, вы на него, говорит, потратили, говорит, как на породистого кота. Он, говорит, всё равно, говорит, дворнягой был, дворнягой останется. Вот положил мне сегодня кучу вот такой говна. Прямо на постель. Прошло дрот, раскрыть, всё это убрать, это всё. И вы думаете, это хорошо, да. Вот поэтому не будьте добрыми. Не будьте добрыми. Не надо. Я вас заклинаю. Не надо быть добрыми. Бейте, сука, этих, блядь. Не надо близко к себе подпускать. Этих тварей. Они к вам будут подходить. Земляком прикидываться. Будут прикидываться одно религия. Религия. Не надо. Гоните их прочь. Понимаете? Правильно делает вот этот блогер. Миллионы зашибает, блин. Кидает людей, короче. Как хотят, короче. Чего хотят, то и делают. Правильно делают. Правильно делают. Нормальным людям сейчас в мире жить нельзя. И турки то же самое. Они такие же. Я ему позвонил. Я говорю, ты хоть деньги, часть верни. Хотя бы деньги мне верни. Мне же еще здесь, наверное. Нет, говорит. 42 тысячи ушло у меня. Лира. Это за то, что я ему отдал 35. 5 тысяч еще отдал за эвакуатор. Это 50 тысяч. Это 40 тысяч. Еще 2 тысячи лир у меня ушло. Оттуда, туда. Автобус, еще бензин. Все, все. 42 тысячи лир. И он мой же, мусульманин. Меня обнимает, целует. Брат, брат. Поэтому не надо. Я же говорю. Это все туфта. Вот этот мусор. Я должен сейчас. Вот этот мусор. Который я отдал 400 долларов. Долларов? 12 тысяч. Я за это могу новый здесь купить. Новый. Новый купить здесь. Вот такие дела. И не боятся ничего, что это выйдет у них на их здоровье. На их детях. Это деньги грязные. Выйдут. Будут тяжким болезням. Сердечными. Онкологии. Будут сдыхать. Они об этом не думают. Они знаете, когда думают? Они когда умирают. Они начинают к Всевышнему обращаться. Помоги, Всевышний. Сделай, чтобы я вылечился. Вот тебе вылечишься. Сдохнешь, как собака. Понимаете? Люди идут к Всевышнему, когда они уже умирают. Или как-то замаливают свои грехи какие-то. Не получится так. Так нельзя. Изначально этого не надо делать. Я ему позвонил. Я все высказал ему. Я говорю, ты Аллаха не боишься? Ты же мусульманин, я говорю. Ты мечет ходишь. Ничего не боятся люди. Только деньги. Чтобы они подохли в рот, в засову от этих денег. Чтобы они этими деньгами запахнулись. И эта мадам, сучка, со своей виллой. Что думаете, у нее счастье, что ли, там? Которая меня на 20 тысяч долларов выкинула. Думаете, у нее никогда она так и уйдет отсюда. Нищая, голая, еще потеряет очень много. Еще на ее детях сыграет это все. На ее будущем, на потомстве. Они об этом не думают, ничего не думают. Только сейчас кидать людей. Понимаете? Сейчас принцип такой. Меня вот это вот бесит. Так вы не говорите лучше, что вы Аллаха боитесь, Бога боитесь. Не говорите. Вы ничего не боитесь. Вы только деньги любите. Вот такие люди. Все губы лак, пока. Пока.